МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...обмерковали работу промыслового комплекса, а так само перспективы развития туризма. Подробности у Марины Джалой. Статистичная личба по выполнению разных экономических показчиков основным превышает 100%. Листь разумела за обогуленными выниками работа конкретных предприемств. И тут все индивидуально. Так, с початку года с 230 буйных и средних предприемств больше 50 спрацовало со стратами. Один из промысловых гигантов региона, Мазырский нафтоперепрацовщий завод, в опошлении месяца нареште почал отновлять объемы вытворчести. Что отыщется диверсификации экспорта, то при скорочении поставок у Россию з'являются новые замежные импортеры. А зараз продукция предприемства у нашего региона присутненьшая на рынках свыше 110 краин. Когда-то мы были населены только на российские рынки. Это у нас занимало больше 90%. Сегодня российский рынок составляет где-то процентов 65-67. Это уже говорит о том, что мы свой экспорт диверсифицируем. Мы сегодня осваиваем практически все по всему миру. У нас есть большие или малые поставки. Это говорит о том, что мы сегодня нащупываем, где мы сегодня можем проходить по своей цене. Это и Азия, и Африка. В общем-то, география очень широкая. На прибавку у экономичных показчиках уплывая и туристичная голена. Летось у першиню за долгий час отрималась выконаць задания по экспорте туристичных послуг. Радуют и попередние выненьки этого погодя. Людей, которые отпочиваются в санаториях Гомельшины, было на полторы тысячи больше, чем год тому. А кроме того, важно надать импульс развитию промыслового туризма. Гости и жихары нашего региона должны иметь махчимость посидеть в кабине комбайна Гомсельмаша и навод прокатиться на им, альбо поназирать, как вырабляют цукерки и каубасу. Показальный приклад – Минский БелАЗ, который что год только на промысловом туризме зарабляет амаль полмиллиона рублей. Это и реклама, это и имидж предприятия. Ну а что касается пищевки, это еще и дополнительно своеобразный рынок сбыта. То есть турист сам приезжает на предприятие, видит, как все производится. И, соответственно, через фирменную торговлю он обязательно приобретет то, что он увидел своими глазами, как это делается. Но на широких предприятиях для организации туров поколеснують разные перешкоды. Утим, лику санитарные. Например, о мясомолочной галине. Но в будущем можно сподеваться, что закрытых для туристов объектов станет значительно меньше. Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель». Сегодня означается День Усенародной памяти Ахвяра Великой Айшиной войны. 22 февраля 1941 фашистские войски пересекли Державную мяжу СССР. И на долгих 1418 дзен ее территория у тым лику и Беларусь опынулася в аулонне боевых дзенев. У «Гомели» на площади працы калевечного огня сегодня пройшел традиционный жалобный митинг-реквием. А у кинотеатра имя Калинина отбылась концертная программа и прагляд военного белорусского фильма «Тень ворога». Подробностей в материале Вероники Ворошилиной. 22 червня 1941 года трагичная дата в советской гистории и она поклала початок жорсткой безлитосной Великой Айчиной войне, якая закранула практически каждую семью в нашей краине. С первых яден тысячи гомельчан отправились в уйдейшую армию. Продприемство города перевели на выпуск военной продукции, а помешкание установы дукации были отведены под шпитали и размещение войсковых часток. Гомель заявлялся ключевой кропкой для просовывания немецких войсков у бок полночно-усходних областей Украины и Киева. И он так само оказывал серьезное сопротивление ворогу и оттягивал силы противников от основного удару на Москву. Подступы до гомеля обороняли два десятки армий, а леужни у них немецкие войска все ж таки захопили гомель. Два годы город находился у полуни ворога и 26 листопада 1943 года первым из областных центров Беларуси был вызволен от фашистов. У памяти живых видовожцев жудостные подеи Великой Айчиной войны застанутся на зауседы. Пацанам на поле играли в футбол. За нами приходит парень и говорит, что вы играете в футбол? Война началась. Вот с этого началось. Провоевал со знаменитым отрядом славный. Это московский специальный отряд. Митинг-реквием, присвященный 76-й годовине с дня початку Великой Айчиной войны, у гомеля пройшел на площадке працы каля вечного огню. Тут собрались ветераны, представники улада, громадских организаций, прационных коллективов и молодь. Головная мета традиционной встречи вспомнить тех, кто поклав на алтар Великой Перамоги свое житие. И еще раз нагадать подрастающему поколению, героичный и самаяхвярно советский народ оборонял и вызволял родную землю от ворога. Удельники митинга усклали до помненьковянки и кветки и узгадали память о хверсамы страшной войны 20-го ста годя «Хвилины маучанья». Затым у всех присутных запросили на патриотичное мероприемство у кинотеатр «Имя Калинина». На открытый пляцов целевого хода разгорнулася тематичная фотовыстава. Гучали песни военных часов и демонстровалась экспозиция документальных фотоздымков. Финальной кропкой патриотичной акции стал показ нового белорусского мастацкого фильма «Тень ворога». У зале не было свободных местов. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадио «Кампания Гомель». На первые дни памятной даты белорусский фонд «Миру» организовал марш-акцию «Дорогами войны, миру и працы». Его удельники наведали Речицкий район. Про цех темы в наступном материале. Захование исторической памяти, выхование молодых на прикладах можности дядов и прадедов – это приоритетная на прамке деятельности белорусского фонда «Миру». Великая чинная война с разбуральной силой праишлася па землях и лёсах же хороу Рэджицкой земли. Про те трагичные и одночасово героичные годы нагадывают шматликие мемориялы и памятные знаки. Алея героя у Советского Союза знаходится у самом центры Рэджицы. На ёй 15 имёна урадженца у самых розных вёсок и городов былого Советского Союза. И усеяны ахвяровали сабой, каб житцё протягывалася у наступных покалениях. Памятная церемония з уделом делегации миротворцев Белорусского фонду «Миру» проходить ле меморияльного комплексу, дзе опошний прытолок знайшлі 640 удельнікаў народнага супрацівлення і партызан. 18 листапада 1943 года уходзі гомельска Рэджицкой апіраціі Рэджицы была вызваліна ад оккупантаў. С тых часоў минула 70 годзіў. Алі гістарычныя память жыве ў серцах нашчаткаў. Якщо говорити о воспитании подрастаючого поколения на патриотизме, мы не толька дань уважения отдаём погибшим солдатам, не толька в государственные праздники, это свято, но також практически еженедельно у нас ни один музей, не закрываются двери. Постоянно, в течении года, начиная от детского сада, средней школы, и самое главное, что именно молодых родителей с маленькими детьми мы тоже привлекаем, для того, чтобы они не только услышали экскурсовода, а и сами непосредственно принимали участие. Увёз цели вашы Рэджицкого района яшчы одну месца памяти. Хвели на маучанне патых, хто назавсюды пайшоў у бессмяротнасть. Больше як 70 годз, что прайшли пасля войны, не стерли народную память. Велич падзей военна галехалецця не змеркла. Гэта падтвяжжаюць слова удзельніка ў памятнага митынгу, яке напереды днедаты пачатку Вялікой Айчынной войны наведалі памятныя месцы. У составі делігацыі працтаўнікі грамацкіх аб'ятнанню і мяццовыў улады, ветраны войны і працы студынты. Для падрастаючага пакалення удзіл ў памятных мерапраемствах урок мужнасті паза стенамі в учэбных класаў. Ви знаєте, очень трудно без слез на глазах сьогодні вспомінаць нашу історію, вспомінаць подвіг народа советського, который они свершили для нас. Это очень большая скорбь, но в то же время огромная радость иметь мирное небо над головой. Этат митинг помогаць нам, молодёжі, цініть нашу історію, вспомінаць, і нікола не забываць, і пастоянно чтіць память тех, хто пагиб за нас. Наталя Ігнацянка, Олесі Рудзянкова, Ігр Марышчанка, Телерадиокампанія Гуміль з Рычыцкага района. Няма сім'ї ў нашай країні, якая не панесла б страты ў борозьбе з фашызмам. Тому гэты жорсткі і непросты адрэзах історі для кожныха беларуса. Блізкі па свойму. Гамельчанін Александр Аржаховскі об военном ліхалеце ведая ад самых близких людзей. Яго батька ў Великую Ачынную был так званым сыном палка, а дед загінуў ў баях пад Новградам і пасмяротна узнагароджаны медалём за адвагу. У сямейным архіві захаваліся фотографія яго гераічных проткав. А яшы апошній лист деда, які был написаны ім незадолга да гібілі. Паштовку з дарагім сэрцу надпісам 75 гаду берагла бабуля Александра Аржаховскага. За гэты час чарніла выцвілі і разабраць словы стала немагшыма. Прышлося звернуцца за допомогай да спеціалістов. Дякуюча карпатливай праце гомельських краміналістов отрымалася цялкам адновіць текст фронтового листа. Йон і сёння уражвае і кранае душу. Даже вот он пишет, когда вернусь дамой, а это должно быть в этом году, а это май месяц 42-го года. После полного разгрома ненавистных людоедов псов. Тогда раз ясню всё непонятное. Пока надо добиваться скорейшей победы над врагом. То есть люди верили в победу? И считали, что она будет скорой. Но, увы, так не получилось. Пришлось воевать. И где-то через три недели он погиб. Воевал он на Волховском фронте, под Новгородом. Я в прошлом году нашёл могилу, где он там похоронен. И в этом году собираюсь посетить её. У Гомели протягивается международный семинар по пытаниях радиационной обороны новокольного сяродя. Его организаторами выступают Гомельский институт радиологии и Центр оценки ядерной обороны с Францией. Главная задача – обмен экспертным опытом по реагованию намагшимой надзвичайной ситуации и выпрацовка практичных рекомендаций по их недопущению. Удельники форума – новоковцы с Беларуси, Ирланды, Франции, Норвегии и Японии. Семинар продуглеживает огляд разностайных подыходов у долготерминовой реабилитации потерпелых от радиации территорий. У якости прикладу выкористовывается беларуский опыт и практика японских учёных у переодолении наступства аварий на Факусима-1. Наши японские коллеги и эксперты из Республики Беларусь подготовили ряд материалов. Это лекции, в которых освещены вопросы законодательной базы преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также это различные защитные мероприятия в области растеневодства, в области животноводства, также нормирование содержания радионуклидов в продуктах питания, в различных объектах окружающей среды. Естественно, это интересно сегодня для наших коллег. «Опыт, в частности, института радиологии в Гомеле, он просто огромен, потому что накоплена база данных с огромным количеством данных. И, в частности, также это важно для коллег из Японии, которые могут взять некоторую информацию, необходимую для преодоления поставарийной ситуации. И также это важно для тех людей, которые готовятся, они должны быть готовы к возможным таким авариям». 26 червяня 2017 года прокуратура Беларуси исполняется 95 годов. На переддне профессийного свята прокурор Гомельской области Виктор Морозов завитает у студии программы «Деалог». Размова поздя про разные направления деятельности прокуратуры. У приватности – боротьбу с коррупцией. Прокурор в области поделится своим меркованием, на кольки эффективные методы боротьбы с ее и тейось поспехи. Задать питание, выказать конструктивные пропоновы. Можете и вы. Номер телефона промога эфиру 77-68-45. Выглядите программу «Деалог» на телеканале «Беларусь-Чатыры» завтра от 19.01.20 хвилин. Урачицы-вратовальники разгорнули лесвецу, каптрапись у квартиру, дзеба подваконнику паузал маленький хлопчик. Паведамление про тое, что у открытым окне 9-го поверха дома на улице Достоевского зауважили дитя, поступило ад милиции. Праспять хвилин на месцы уже была аутолействица вратовальников. Супрацовник районного отдела внутренних справ заклика у малого внутрь квартиры и праз закрытые у охотной двери гутеру с 4-годовым хлопчиком. Вратовальники в этот час поднялись и у открытое окно. Дякуючи злаженным дзеням вратовальников и милиционеров, на этот раз трагедии удалось позбегнуть. У МНС означают, что разглядают кожный выпадок покидания маленького дитя ци без нагляду як надзвычайное здарение. Польские распроцовщики компьютерных гульня у представителей газтехнику полейся у популярных симуляторов. Компьютерная гульня PewFaming продемонстрирует усе махшимості техники ГОМСельмаша. Симулятор довольно реалистичный и детализованный. Кожный гулец сможет стать владельником ферм, орать поли и убирать ораджай, не доходячи от компьютера. Выпуск гульни запланованный на початок наступного года, але у интернет уже теперь можно найти трейлер. И до інших темн. Розыгрыш юбилейного 35-го тура гульни удача у придачу отбухся 17-го червяня у Минске Мгандлёва забавляльным центры Е-Сити. И уже у минулы понеделок самым удачливым покупникам евроопта урочисты уручили их заповедные призы. Сирот галовных переможцев и наш земляк Павел Иванович с незвычайной фамилией Павел. Жахар Мазара выиграл подорожжа на двоих у Иорданию. Павел Иванович Павел проведет в сказочной Иордании вместе со своей супругой целую неделю с 23-го по 30-е июля. Семейная пара как следует отдохнет в роскошном пятизвездочном отеле Double Tree by Hilton Hotel Aquava на берегу Красного моря. Бассейн с видом на залив, гидромассажные ванны, сауны, изысканная кухня и, конечно же, все включено. Жителя Мозаря с необычной фамилией нельзя назвать путешественником со стажем. Страны, в которых побывал Павел, можно пересчитать по пальцам одной руки. Излюбленным местом отдыха всегда была Одесская область Украины. Об экзотической Иордании и мечтать не приходилось. Сразу же после объявления результатов 35-го тура игры «Удача в придачу» не поверил своему счастью. А когда осознание туристической фортуны наконец пришло, стал более детально ознакомиться с историей и традициями Восточного государства. Было, конечно, представление, но это когда-то еще далекое детство, когда, помните, были фильмы про Индиана Джонс, когда крестовый поход, то есть тот самый в скале храм, который высечен. Вот, конечно, очень хочется его посмотреть. Хочется посмотреть, конечно, реку Иордан, в той, в которой самый крестился Иисус Христос. Ну и Мертвое море, конечно, хочется очень посмотреть. В магазин «Евроопт» простой рабочей строительной фирмы «Павел» ходит практически каждый день. Благо, тот находится в шаговой доступности от дома. Всегда можно купить необходимые продукты питания, а заодно испытать фортуну. В игре «Удача в придачу» Павел участвует уже около года. Победителем стал впервые. Мазырянин уверен, если верить, то удача рано или поздно обязательно улыбнется. Если не получилось с первого раза, не получилось со второго раза, значит, получится с третьего или с четвертого. Все равно надо всегда верить в удачу. Она будет, эта удача. Хотя, кто как говорит, и кто как об этом настроен. Главное верить в это, да и все, а остальное будет. Поздравил с победой победителя из Мозыря лично директор ЗАО интернет-магазин «Евроопыт» Василий Вилько. Кстати, за 35 туров жителям Гомельской области было вручено 53 811 призов на общую сумму более 1 миллиона 100 тысяч долларов. Также, в минувший понедельник в Минском торгово-развлекательном центре «Есити» были вручены призы остальным счастливчикам 35-го тура игры «Удача в придачу». Два денежных приза на 20 тысяч рублей, а это более 10 тысяч долларов в эквиваленте, выиграли Антонина Иваницкая из города Кировска Могилевской области и Лилия Бойченко из Орши. Два внедорожника «Хенде и Крета» уехали в Брестскую область в город Иваново, где проживает Наталья Костюк, и в Барановичи к молодой маме Нине Почаковской. А главный приз в квартиру в Минске выиграла могилевчанка Елена Вавилова. Удача в придачу не останавливается ни на секунду. 17 июня стартовал 36-й тур, который продлится по 30 июня включительно. И уже 1 июля «Евроопт» разыграет 1750 комплектов билетов на две персоны на концерт популярнейшего российского исполнителя Валерия Меладзе, который состоится во время фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Также в этом туре своих обладателей отыщут 20 тысяч подарочных сертификатов на общую сумму 200 тысяч белорусских рублей, что в эквиваленте составляет более 100 тысяч долларов. И, конечно же, участникам игры достанутся новенькие автомобили марки «Хенде и Крета» и 16-я квартира от «Евроопт» в престижном районе Минска по адресу улица Местровская, 4. А еще снова будут разыграны 40 путевок на двоих на этот раз в гостеприимную Грузию. Сразу 80 счастливчиков проведут целую неделю со 2 по 9 августа в шикарном пятизвездочном отеле «Еуфория Батуми Хотел» на берегу Черного моря. И все включено. В каждом туре новая страна удачи, так что этим летом открываем мир вместе с «Евроопт». Покупайте в магазинах «Евроопт», а также в интернет, гипермаркетах, е-доставка и гипермол необходимые вам товары, включая любой товар удачи и используя дисконтную карту Е+. И кто знает, может быть именно в этом туре щедрые призы от «Евроопт» достанутся именно вам. Дмитрий Котов, Ольга Коновалова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Гэтая и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далей у эфиры «Спортивный агляд» с новинами спорта у вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова